Представляют компанию 5.8.5 «Золотой». Сегодня у нас два спикера, они будут, конечно же, помогать друг другу, дополнять друг друга. И сегодня тема нашей сегодняшней встречи – это адаптация в федеральной сети. Как это происходит, как это запустить, как не столкнуться со сложными. Мы включаем… Я буквально уже через несколько секунд передам слово. Да, вот у нас на презентации видно наших спикеров и камеры включены. Я напоминаю, что запись вебинара будет, и вы можете задавать свои вопросы в чат. Лариса, Юлия, вам слово, пожалуйста, начинайте. Александр, спасибо большое, что вы нас представили. Всем добрый день. Меня зовут Лариса, я начальник отдела обучения 5.8.5 «Золотой». Мы с Юлей сегодня подробно расскажем о том, как мы внедряли новый процесс адаптационного обучения в компании, какие сложности и нюансы адаптации сотрудников розничной сети есть, существуют не только в нашей. Как мы выстроили систему, процесс и сам трек обучения. Расскажем, кто участвует в адаптации, роли, которые нам нужно было учесть при автоматизации. Про сам процесс и про техническую реализацию расскажет больше Юля. Мы расскажем о том, с какими сложностями в процессе воплощения нашей идеи мы столкнулись и какие у нас планы есть на дальнейшее развитие нашей системы. Начну с предыстории. Конечно, адаптационное обучение в компании уже существовало. Оно существовало давно, в компании больше 24 лет. Почему мы, собственно, вообще решили менять процесс, как-то его перестраивать? Мы хотели сделать максимально сейчас эффективный процесс, потому что от адаптации сотрудников во многом зависит, как быстро новички в компании смогут выйти на нужные результаты и вообще останутся ли они в самой компании, потому что в текущей ситуации на рынке персонала мы готовы бороться за каждого. Немного предыстория вообще про то, что нам было дано в самом начале. У нас компания на более 10 тысяч сотрудников. Мы работаем больше, чем в 280 городах. Это приблизительно тысяча объектов плюс-минус. И наша целевая история – это три основные должности линейного персонала. Для нас это были продавцы-консультанты, торгующий персонал. Также у нас ломбардная деятельность присутствуют. И это товароведы, которые, по сути, проводят оценки, выдают залоги. И еще одна должность – торгующий товаровед, по сути, тот, кто совмещает и тот другой функционал. Мы провели аудит процесса в самом начале, когда заблудились о том, что нужно что-то менять. Какие три основные проблемы мы выявили? Первое – это сложность программы обучения. Достаточно узкая специфика работы сотрудников розничных магазинов и ломбардов. Она требует высокой экспертизы. Это действительно большой объем знаний и навыков, которые нужно усвоить новичкам, которые, как правило, приходят к нам вообще без опыта работы в ювелирной отрасли. И мы понимали, вот такой большой объем, сжатые сроки адаптации практически нереально эффективно усвоить. Мы провели опросы сотрудников, мы провели исследования, сами наблюдали, разговаривали. Наше предположение подтвердилось им действительно тяжело, они не усваивают весь объем, и это нужно было менять. Вторая сложность, с которой мы столкнулись, это управление самим процессом адапционного обучения и автоматизация. Если вообще говорить, да, про управление процессом обучения, да, мы наставничество таким образом, чтобы отслеживать эффективность каждого этапа, вовремя реагировать и мгновенно при этом еще и влиять, это сложно. А когда мы говорим про федеральную розничную сеть на 10 тысяч сотрудников, это очень сложно. К тому моменту, когда мы начали работу, обучение было автоматизировано адаптационно следующим образом. Фактически сотрудник просто тремя траншами, ну, там, в течение определенного периода, там, назначалось определенное обучение в виде курсов. Вот при этом нам для того, чтобы отслеживать какую-то общую динамику, прохождение программы, отставание новичка от программы, какие-то образовательные результаты, нам нужно было выгружать очень большой массив данных, обрабатывать, сведить эти данные вручную. Ну, а закрепление наставника за новичками, результаты работы самого наставника, это все контролировалось вручную, и при этом мы точно не видели из-за объема, ну, как бы, всю картину. С учетом, там, нашей географии сетей, кадрового дефицита, ну, про который я уже говорила, растить классический институт наставничества, вкладываться в каждого наставника, при этом еще отбирать их, обучать и развивать, это просто нереально. Поэтому нам нужно было выстроить такую систему, в которой каждый шаг для каждого сотрудника задействован в этом процессе, он понятен, понятно, что нужно делать, понятно, какому результату это идет, где мы могли отследить эти результаты. По сути, мы из лабиринта выстраивали просто прямой коридор для каждого, кто задействован. Дальше. Третья проблематика, с которой мы столкнулись, это доступность вообще обучения. Наши сотрудники, новички, проходили обучение преимущественно на рабочих местах. Рабочие места – это те компьютеры, которые установлены в ломбардных магазинах. Зачастую дополнительного компьютера нет, это те, за которыми осуществляются основные бизнес-операции. Поэтому компьютер может быть занят, новичка могут попросить, да, там, при необходимости, там, работать с клиентами, подождать. Ну, это полностью для наших потребностей не подходило. При этом мы еще понимали, что новичкам нужно, ну, как бы иметь возможность быстро вообще прям здесь сейчас не ожидать пока что-то освободиться, да, где-то вспомнить материал и иметь к нему вообще легкий доступ. Поэтому в новой концепции, в новой концепции мы для себя выделили три основных вектора, по которым мы работаем сейчас группами методологии, ну, и в том числе мы с Юлей в разработке системы, да. Учиться должно быть легко и интересно, процесс обучения должен быть понятен, прозрачен и легко управляем, и знания должны быть в быстром и легком доступе для наших сотрудников. Что мы делали? Мы проводили, начали проектирование процесса с самого начала, мы проводили исследования, проводили опросы, анкетирование, поднимали документацию, стандарты, проводили интервью. Фактически мы пересобрали структуру профессионального обучения, мы выделили три этапа, и мы подразумеваем, что профессии мы учим в течение года, в течение года мы даем все знания, которые нужны. Первый этап у нас – это адаптационное обучение, стажировка, как раз первый месяц, самый важный для наших новичков. Второй этап – это второй-третий месяц, ну, и третий этап – это с четвертого по двенадцатый месяц, где они там дорабатывают. Мы составили профиль профессиональных компетенций, и на основании него матрицу знаний и навыков, то есть что должен знать наш сотрудник, и распределили эти знания как по этапам, про которые я говорила, так и по привязке, ну, к неким, да, там, тикетам для нас – это must have либо nice to have, то есть вот именно это знание или навык – это то, что вот прям стопроцентно должен знать и уметь наш сотрудник, и без этого вообще никак, и nice to have – это хорошо, чтобы он это знал, но это будет помогать ему в работе. После этого мы приступили к методическому перепроектированию, фактически это было перепроектирование, потому что обучение уже велось. И, наверное, еще расскажу про сам процесс именно адаптационного обучения, в чем, по моему опыту, на что нужно делать акцент, и что учитывать при формировании процесса адаптационного обучения в крупных сетях, которые вот такие же, как мы, по всей стране макинуты. У нас есть, и, как правило, в многих сетях это есть часть, которая онлайн проходит обучение, и есть обучение, которое оффлайн. Вот если мы говорим про онлайн обучение, как бы там ни было в большинстве случаев, в большинстве, если мы говорим про курсы, методические материалы и прочее, это все-таки формирование навыка. В большей степени, да, не всегда так, конечно, мы помогаем и можем влиять на формирование знания, мы можем частично влиять на формирование навыка, но навык формируется в деятельности. Для нас это то, что происходит на наших тех самых тысячах объектов по всей стране. Что мы учитывали, как мы именно само обучение старались улучшить, если мы говорим про часть, которая происходит онлайн в нашем корпоративном университете, мы полностью пересобирали контент. Мы делали его, первое, там, более понятным, мы пересматривали формулировки и прочее, как правило, мы сделали его в формате видео, дополнительно учитывали слайды, дополнительное наложение определенных титров, то, чтобы максимально задействовать все варианты именно усвоения информации. Мы сделали дополнительные там упражнения, почти каждый курс содержит у нас примеры применения этих знаний на практике в реальных ситуациях в работе с нашими клиентами. Мы добавили симуляторы практически каждой теме и сделали определенный стэк практических заданий, вот какие задания он должен выполнить на практике для того, чтобы это закрепить. Дальше мы сделали упор на вот как раз работу с наставниками, это те люди, которые как раз в большей степени влияют на формирование навыка. Мы расписали задачи на проверку знаний по каждому блоку, мы расписали, где необходимо провести мастер-класс какой, мы расписали все ролевые игры и любые другие активности, которые им нужно применить. Таким образом мы начали делать не только понятным обучение для самих новичков, но и для наставника, что и когда ему нужно делать. Пересмотрели треки обучения, то есть дальше пошли. На адаптационное мы оставили только самое необходимое, вот то, что у нас must have. Все остальное мы убрали, да, для того, чтобы было посильно изучить нашему новичку и у него действительно этому уложиться. И именно то, что нужно для того, чтобы он изначально вышел на первый свой результат. Мы поменяли контент, про это я уже сказала, сделали легкую подачу, ориентацию настолько на практику. Выстроили параллельные треки новичка и наставника. Сейчас у нас автоматизирована выдача задач на задании на обучение, прохождение курсов, выполнение прочих действий в корпоративном среде теперь не только новичка, но и наставника. То есть на каждую практически задачу новичка есть задача у наставника, именно его, что ему, как наставнику, нужно делать. Этот трек мы дальше, можно сказать, распределили по дням. Мы понимаем, да, сколько смен у нашего новичка в первые месяцы его работы. Мы шли от простого к сложному и таким образом, чтобы у них равномерная была нагрузка в эти дни. Дальше, ну, так как у нас процесс адаптационного обучения, это не только процесс, который касается новичка и, наставника, мы определили все остальные роли, всех остальных, кто участвует в процессе адаптации и определили, что они делают и какой функционал при этом системе им нужен. Хочу здесь еще сказать про опыт, да, о котором на выступление до этого в марте я не говорила, но здесь хотела бы затронуть это вот работа с самими наставниками. Для того, чтобы наставники работали фиксивно, они должны, там, понятно, хотеть это делать и вообще уметь это делать. Что мы здесь делали? С точки зрения мотивации, да, наших наставников, мы подготовили мотивационный ролик, который распределяли по нашим информационным каналам. Мы проработали новую систему мотивации наших сотрудников, я имею в виду, здесь уже думаю, денежное стимулирование. Мы сейчас думаем над дополнительным рейтингом в нашем профессиональном конкурсе, либо там дополнительных баллов, которые будут учитываться в профессиональном конкурсе. и мы обучаем, мы создали обучение на такое же интерактивное, как курсы, видео с симулятором по работе с новичками. Мы контролируем сейчас, каким образом работу наставников. Ну, первое, мы сейчас можем отсматривать сам трек, именно самого наставника, как наставник-то у нас двигается по этому треку. Мы получаем данные от... по анкетированию новичков, по целому процессу адаптации, и на третий-седьмой день несколько вопросов касаются как раз работы наставника. Мы смотрим образовательные результаты наших новичков, которые завершили прохождение, и смотрим еще обратную связь, которую наши новички после завершения стажировки дают по работе наставника. Ну, и, соответственно, при необходимости мы это корректируем. Так, а кто у нас еще участвует в адаптации, какие роли нам нужно было учесть? Для себя при... вот именно при актировании автоматизации мы выделили три основных... ну, грубо говоря, сгруппировали процесс на три основных блока. Первое – это назначение треков адаптационного обучения, второе – это прохождение стажировки само, ее проведение, и экзамены завершения адаптации. Роли, которые мы учитывали... ну, понятно, что у нас есть новичок, его руководитель непосредственный наставник, и здесь нужно говорить, что это не должность, да, это роль. Наставником у нас может быть либо сотрудник той же должности, который отработал более шести месяцев, либо вышесто... ну, либо сотрудник высшей должности. Как раз у руководителя также может быть роль наставника. У нас вышестоящий руководитель участвует в адаптации, и ЧАР – это руководитель отдела персонала, именно определенного подразделения при необходимости, которое получает оповещение о том, что ему нужно повлиять на какие-то этапы. У нас есть наставник-эксперт, это... это нам усложнило где-то жизнь в плане автоматизации. В, наверное, треке... в треке обучения товароведов у нас появляется еще один наставник-эксперт. Так как деятельность товароведов, она несет больше рисков финансового, да, для компании, то один из этапов стажировки наших новичков-товароведов, они идут именно к практику. Вот эти практики – это отдельно выделенный список, утвержденный с руководителем направления, и они едут к нему на стажировку на несколько дней. Дальше у нас есть руководитель функционального подразделения, и пять, в общем, пять университет, фактически, это мой отдел, а здесь уже в зависимости от ситуации, там, разные сотрудники могут дополнительно влиять на процесс. То есть, ну, это уже о дополнительном функции. И всех, получается, мы учли, каждую, каждой роли нам нужно было разработать, да, там, функционал, и здесь после того, как мы это спроектировали, я пришла к Юле с определенным техническим заданием, скрести в пальцы, у нас не было, на самом деле, опыта автоматизации достаточно нетипичного процесса веб-софт, и, по сути, мы вместе прошли все этапы от отрицания, обращения к подрядчикам, там, торгу, уныние, принятие, выстраивание гипотез, самостоятельные разработки, пилотирование, корректировок, внедрения и еще корректировок. По сути, корректировки сейчас мы уносим, но я считаю, что нам удалось, и как раз про сам процесс более подробный, и то, как его Юля автоматизировала, эти инструменты она применяла, расскажет она. Юля, передаю тебе слово. Коллеги, добрый день. Да, я продолжу. Поначалу нам все это показалось нереальным, сделать своими силами, и первой нашей мыслью было обратиться к подрядчикам, потому что мы знали, что есть блок развития карьеры, там есть раздел адаптация, но вот что с этим делать дальше, нам было совсем непонятно. Тем более, как Лариса уже сказала, у нас был не совсем типичный трек, у нас на каждую задачу стажера была параллельная задача наставника, и нужно было как-то все это собрать воедино. Мы составили подробное ТЗМ и отдали партнерам. Нам рассчитали примерные сроки, стоимость, но тут мы стали понимать, что если мы выберем этот путь, подрядчики, скорее всего, сделают все с помощью веб-разработки, кодом, и нам потом будет очень сложно самостоятельно управлять этим процессом. А так как в будущем мы планировали делать треки для других должностей, и какие-то корректировки могли быть и в текущем треке, то все-таки нам нужно было как-то управлять самостоятельно, а не зависеть все время от подрядчиков. Поэтому мы решили попробовать сделать самим. Мы разбили все это на маленькие подзадачи и стали потихоньку анализировать. Сейчас я поподробнее расскажу про схему адаптации. Мы условно разделили ее на три части. Это назначение трека, прохождение и завершение. Первая часть – это назначение. Система у нас сначала с утра в нее прогружается база новичков, затем генерится отправка логина и пароля сотрудника и назначается трек новичкам. И, соответственно, у стажера появляется в личном кабинете доступ к разделу адаптация. Также руководителю новичка уходит уведомление о том, что в его команде теперь есть новичок, и этому новичку нужно назначить наставника. Руководитель выбирает наставника. После этого наставнику подгружаются его задачи, уходит уведомление о том, что у него теперь есть стажер, и на портале в личном кабинете у него появляется доступ к разделу «Мои стажеры». Второй этап стажировки – это ее прохождение. Значит, сотрудник у нас проходит обучение, выполняет задания. Наставник у нас тоже выполняет свои задания, он проверяет прохождение курсов, проверяет, как усвоили знания, проводит мастер-классы, демонстрации, отрабатывает практику с новичком и также контролирует прохождение трека. Руководитель у нас осуществляет промежуточный контроль, у него есть для этого функционал и на портале, и также у нас есть два отчета по задачам. Общие, где просто указан прогресс, и подробные, где расписаны каждые задачи. И система у нас проверяет сроки прохождения этих задач. И в случае, если трек у нас где-то очень сильно подвис, у нас отправляются уведомления. Если мы видим, что в течение 10 дней, по окончании 10 дней у нас выполнено менее 20%, то уведомление уходит непосредственному руководителю. Если после 15 дней выполнено менее 50%, уведомление идет выше стоящему руководителю. И если через 21 день у нас выполнено менее 70%, то идет руководитель функционального направления и HR. И третий этап – это экзамен и завершение адаптационного обучения. Когда у нас новичок закрыл 90% своих задач, уведомление уходит его руководителю, вышестоящему руководителю о том, что ему нужно запланировать визит на объект, потому что экзамен принимается именно там. Соответственно, руководитель планирует визит для принятия зачета. Когда стажер у нас завершил все свои задачи, у него 100% все закрыто, у вышестоящего руководителя появляется возможность назначить сотруднику тест и заполнить чек-лист по итогам ролевой игры. Соответственно, на объекте уже вышестоящий руководитель назначает тестирование и принимает его. на тест есть две попытки. И проводит ролевую игру и заполняет чек-лист. Система у нас обрабатывает результат. Если не набран проходной балл, то есть возможность на следующий день провести повторно и тест, и заполнить еще раз чек-лист. И, соответственно, уже по результатам вышестоящий руководитель либо проводит пересдачу, либо просто завершает стажировку. И потом в самом конце сотрудник у нас заполняет опрос по тому, как у него прошла адаптация и по работе с наставником. Соответственно, для каждой из этих ролей нужно было разработать страницы с выводом определенной информации и подготовить функционал. И теперь я подробнее расскажу про сами страницы и про функционал. Во-первых, как же мы в итоге решили задачу с разграничением для стажера и для наставника? В карточке типовой программы развития мы добавили настраиваемое поле, и там мы отмечаем, чья это задача, стажера или наставника. И, соответственно, в системе это у нас единая карточка адаптации, которая назначается только новичку. Но на портале под своей ролью каждый видит свои задачи. Здесь сейчас вы видите страницу стажера. На этой странице новичок у нас видит свою текущую задачу, также видит свои задачи на сегодняшний день. У нас схема построена таким образом, что если новичок выполнил менее 80% задач на сегодняшний день, задачи следующего дня ему не назначаются. Вот эти недовыполненные задачи переносятся со статусом просрочен, а все последующие задачи сдвигаются на один день. Это сделано для того, чтобы у сотрудника не было такого снежного кома по активности и реализовано с помощью агента, который каждый вечер у нас мониторит процент выполненных за один задач и при необходимости сдвигает трек. Также на своей страничке стажер у нас может посмотреть, вот кто у него наставник и прогресс стажировки. Это страница наставника общая, где он видит всех своих стажеров, у него их может быть несколько. Он видит здесь какую-то общую информацию, это фио, должность, подразделение, прогресс и количество просроченных задач, если оно есть. Наставник может провалиться в карточку сотрудника и здесь он уже видит свои задачи конкретно по этому человеку. Как мы говорили выше, у нас на каждую задачу стажера есть своя параллельная задача наставника. Что мы имели в виду? Вот, например, задача стажера изучить информацию о компании, пройти электронный курс Welcome, а параллельная задача наставника проверить прохождение курса Welcome. К этой задаче у наставника приложена памятка, где у него есть вопросы, которые нужно задать стажеру и также примерные ответы. Тем самым мы упрощаем наставнику его работу. Также на страничке своего стажера наставник может посмотреть его прогресс и при необходимости может переключиться и посмотреть на задачи стажера. Это страница руководителей, сотрудники, на которой в том числе отображаются и сотрудники на адаптации вот в этом блоке. Обратите внимание, если наставник у нас не выбран, здесь у нас красненьким горит подсветочка о том, что нужно выбрать наставника, чтобы руководитель не забыл. На самой страничке непосредственно руководитель видит также общую информацию, количество просроченных задач, прогресс стажера, видит задачи своего стажера и у него есть возможность отправить запрос на отмену адаптации. Про это я чуть позже расскажу поподробнее. А это страница вышестоящего руководителя. У него есть те же функции, тот же функционал, что и у непосредственного руководителя, но дополнительно у него есть еще возможность перенести сроки адаптации, отменить адаптацию и также по завершению всех задач он вот может назначить тестирование, заполнить чек-лист и, соответственно, потом в самом конце завершить адаптацию. Эти кнопки доступны не сразу, они появляются только когда вот сотрудник выполнил свои задачи. Так, сейчас я расскажу про сложности, с которыми мы столкнулись, они, конечно же, были у нас. Первое – это недостаточное количество знаний и опыта в самом начале пути. До этого я никогда не сталкивалась с подобными задачами, я в основном только администрировала систему, ну, писала какие-то там не очень сложные агенты. Вот, поэтому когда мы все это решили делать сами, пришлось очень много всего читать, там, смотреть видео, задавать вопросы, чтобы реализовать все задачи. Еще одной сложностью для нас стало завершение задачи на портале и в админке. У нас в треке много задач с типом, так, у них тип такой есть, задачи, и они не являются отдельным объектом системы, как, допустим, электронный курс или тест. То есть нет возможности кликнуть на ссылку, перейти там в отдельное окошко как-то автоматически, чтобы все это завершилось. А нам нужно было, чтобы сотрудник у нас нажимал вот на задачу, открывалось отдельное окно, там было описание, и потом он мог завершить ее. В итоге мы это реализовали, нам там немного помог подрядчик, потому что у меня никак не получалось выцепить вот эту вот правильную ссылку, чтобы задача открывалась. И потом мы по такому же принципу сделали функционал для задач с типом знакомства с материалом. У нас сотрудник также переходит на другую страничку, у него есть какое-то описание к материалу, которое он читает, и есть кнопки просмотреть по нажатию, которые соответственно открывается там памятка или какой-то summary, и потом он нажимает кнопку завершить, чтобы статус этой задачи поменялся. Вот еще одной сложностью, с которой мы столкнулись, это был выбор наставника. Изначально мы хотели делать это на каком-то стороннем ресурсе, и потом с выгрузкой забирать эту информацию в систему. Но так у нас реализовать не получилось, поэтому сейчас есть небольшая задержка. Получается, что адаптация сотрудника уже назначена, но должно пройти какое-то время, пока руководитель увидит на почте письмо, перейдет на портал и выберет этого наставника. Также, как вот Лариса уже сказала, у нас есть должность, у которой не один наставник, а два, и за выбор этих наставников отвечают разные руководители, ну и плюс в этой ситуации нам пришлось трек делить на еще большее количество частей. Ну и еще одним вызовом, с которым мы столкнулись, это был контент к треку адаптации. Его было очень много, большое количество времени заняла именно подготовка вот этих материалов, поэтому мы долго не могли перейти к полномасштабному пилоту. Ну, по сути, это все те проблемы, которые мы устранили до запуска пилота, а когда мы запустили все это на сотрудников, естественно, у нас появились новые задачи. Например, выяснилось, что у нас в компании, в рознице есть роль специалист в управленческом учете, и на эту роль сотрудники принимаются на временную ставку, и потом там в ближайшее время они переводятся на другую должность, это либо продавец-кассир, либо товаровед, торгующий или выделенный. Но получалось, что на момент, когда мы забираем выгрузку в систему, мы не знаем, кем этот человек станет потом, какая именно у него будет должность. Поэтому для таких сотрудников мы добавили руководителю вот здесь дополнительный блок, где выводятся новые как раз специалисты, и руководитель может провалиться в карточку сотрудника, и вот здесь уже самостоятельно выбрать должность, на которую в будущем будет переведен этот человек. И в зависимости от этого, соответственно, уже назначается нужный трек. Потом следующий кейс, который мы решали, это была возможность отменить адаптацию, потому что, как оказалось, у нас есть такие сотрудники, которые, допустим, вот пришли в компанию, прошли стажировку, отработали там полгода, восемь месяцев, и потом уволились. А потом через два месяца опять вернулись к нам работать. И, соответственно, система автоматически снова назначает им трек, а в этом нет никакой необходимости. Поэтому для таких сотрудников мы реализовали возможность отмены. Получается, что непосредственный руководитель у нас может отправить запрос, в котором он прописывает причину отмены адаптации, а вышестоящий руководитель у нас получает уведомление, где прописан этот комментарий, и на портале уже может отменить адаптацию. И еще один кейс, который мы решали уже после запуска, это возможность перенести сроки адаптации, потому что бывают такие ситуации, когда, например, там стажер ушел на больничный или еще какая-то история, когда он по уважительной причине какое-то время трек не проходит. И чтобы задачи бесконечно не сдвигались и не уходили там уведомления вышестоящему руководству о том, что с треком что-то не так, мы настроили такую возможность. Получается, вышестоящий руководитель вот у нас может нажать кнопку, там заполнить форму, в которой он пишет, на какое количество дней должен быть сдвинут трек и причину переноса. И потом система автоматически сдвигает все задачи адаптации на вот этот срок. Так, коллеги, на этом слайде вы видите QR-код. Здесь мы собрали документ со ссылками на полезную информацию, которой мы пользовались, и на ресурсы, и также по этой ссылке вы сможете найти эту презентацию. А я передаю слово обратно Ларисе, она сейчас вам еще немножечко расскажет. Юля, спасибо большое. Да, я расскажу про те планы, которые у нас стоят на ближайшее время по автоматизации обучения. Что мы в ближайшее время планируем делать? Ну, это адаптационное обучение других должностей. У нас есть должности выше в рознице, это руководители розницы, у нас еще, в конце не охвачен наш бэк-офис, управляющая компания. Для розницы, для этих должностей мы собираемся автоматизировать второй и третий этапы, те, о которых я говорила, да, в системе нашей обучения, в обучении профессии. Мы собираемся проводить ежегодную оценку уровня знаний, и при этом, да, планируем, что будем доназначать необходимые темы по зонам развития. А также у нас настройка, геймификация обучения. Это то, что в большей степени относится к именно адаптационному обучению, обучению нашей розницы. А также у нас, мы постоянно дорабатываем наш 585-университет, наш портал. Мы адаптировали его под мобильную версию, как и весь контент, которым, может, про это я там не успела сказать. Но, по сути, мы дорабатываем его еще, дорабатываем различные страницы, меняем визуал и стремимся к тому, чтобы нашим пользователям было удобно и комфортно. Так, Александр, на этом все. Мы готовы ответить на ваши вопросы. Кроме того, если они будут, вы можете обращаться ко мне в телеграм-канал. Мы открыты для коммуникаций, нам всем интересно по профессиональным темам общаться с нашими коллегами и находить, может быть, какие-то очень новые решения. Готовы ответить на вопрос. Спасибо большое. Есть несколько вопросов в чате. Собственно, вот про чек-лист был вопрос. И про дизайн, да, на чем дизайн сейчас построен на XAML, либо уже на 100 при страничках, либо, может быть, кастом-дизайн. От меня еще один вопрос. Вы упомянули про адаптацию к мобильным устройствам. Вот само мобильное приложение рассматривали, рассматриваете, будет использоваться или нет? Александр, по поводу мобильного приложения я отвечу, потому что мы не просто так, мы осознанно выбрали адаптацию к мобильным устройствам. Первое, мы ждем обновления приложения вашего, да, для того, чтобы его уже потом кастомизировать под нас, потому что, да, мы принимая решение, вот сейчас ли кастомизировать, либо там оно обновится и кастомизировать потом еще, выбрали подождать. А вторая история в том, что даже после запуска там приложения мы в любом случае будем адаптировать платформу. Объясню, почему. У нас работают сотрудники по всей России. И если говорить про, ну, мы исследовали там целевую аудиторию нашу, и если там говорить о том, чтобы просить сотрудника, они так устанавливают мобильное приложение продавца, либо мобильное приложение сотрудника, не, может, так по-человечески относимся к нашим сотрудникам, просить их устанавливать еще что-то, не у всех есть возможность памяти, да, минимум там телефона для того, чтобы это делать. Мы сделаем мобильное приложение, но фокус у нас для того, чтобы у сотрудника была возможность пользоваться через браузер мобильный. Не устанавливая при этом приложение. Александр ответила? Так, Александр говорил, что, возможно, у нас он будет пропадать, поэтому я, наверное, модерацию по вопросам возьму на себя. Был у нас вопрос от Гордиенко Марина. Я читаю чат. Отчет, где указывается каждая задача. А вы сами создавали, Юля, ответили? Спасибо. Да, ответили, спасибо большое. Есть еще несколько вопросов в чате, можете на них пока ответить, если вам виден чат. Да-да-да, сейчас вот как раз отвечу. Я просто не смогу зачитать вам вопрос, потому что немножечко проблемы с этой сетью. Ага. Да, смотрите, отчет, где указывается задача, да, создавали самостоятельно. Это настраиваемый отчет, он сделал кодом, там просто все выводится списком подробно. Юля, как у вас реализован чек-лист? Это внутри системы? Да, это внутри системы, реализовано с помощью опроса. Получается, по нажатию вот этой кнопки руководителю открывается опрос, он там заполняет все нужно. При открытии опроса устанавливается связь через удаленное действие с конкретной карточкой адаптации, и, соответственно, потом оттуда система берет данные, прошел сотрудник вот эту вот ролевую игру или не прошел, набрал ли он нужное количество баллов. А так сам чек-лист – это опрос. Или вопрос про дизайн. Аксампл дизайн сделан, и про версию системы. Вопрос, какая стоит, на какой делали? Да, версия системы у нас первый квартал 23-го года, мы еще не обновлялись, получается, вот 601. Все страницы мы делали в редакторе страниц. У нас есть дизайнер Дмитрий, вот он этим занимался. Какая по продолжительности программа адаптации у, получается, сотрудников, у торговщих товароведа и… ой, у товароведа и у продавца это один месяц примерно, по количеству их рабочих смен – это 15-16 смен. Если мы говорим про должность торговщих товароведов, она сочетает две должности, там больше практически, около, ну, ближе к 2 месяцам. Марина, вижу от вас комментарий, что еще вопросы выше, вот на тот, который ваш увидел, ответили. Вы наставников выбираете из каталога наставников. Александр, мы не делали отдельно каталог, отдельно группу наставников, потому что тысяча объектов, постоянная ротация персонала. Мы не можем успевать добавлять туда наставников. У нас функцию наставника может выполнять, роль наставника может выполнять либо руководитель его, либо заместитель, либо сотрудник той же должности, который отработал более 6 месяцев. При этом назначает наставником у нас руководитель. Мы это делаем осознанно, потому что отработать нормально, я не знаю, там провести ассессу-центр, отобрать этих наставников, работ с ними, мы просто на тысячу объектов не сможем это вовремя качественно отрабатывать. Поэтому и задача здесь стояла – выстроить систему таким образом, чтобы практически любой сотрудник, который работает более 6 месяцев в должности, смог это сделать, смог передать. И в том числе, да, все-таки выбор наставника у нас сейчас, функционал у руководителя. Могу заметить, что сейчас, наверное, в большинстве случаев, где-то 90% эту роль руководителя назначают все-таки себе. И, ну, как бы, это нехорошо, не плохо. Мы сейчас, да, наверное, это наша работа чуть дальше, да, проработать с руководителями и научить их вообще адаптации, обучению и развитию персонала, вот работать с персоналом, да, для того, чтобы они еще и своих опытных сотрудников больше все-таки привлекали к роли наставничества. Как долго длится первый этап стажировки сотрудникам? В каком графике? Стажировка сотрудников у нас на разных объектах разный график. То есть стажировка длится в том графике, в котором работает наставник. Да, ну, к примеру, классика это 2-2. По этапу сказала и прямо даже проговаривала, что первая у нас стажировка – это как раз первый их месяц, за который мы должны там уже подготовить сотрудника для того, чтобы он выходил на результативность. 15-16 смен в среднем. Юля, вопрос к тебе, приложение, через которое назначается адаптация. Да, адаптация у нас назначается не через приложение, а из админки агентом. Юля, Орешкин и Иван спрашивают про задание. Расскажите об отдельных заданиях для наставника и стажера. Вы используете задания или как обычные задачи? Мы используем задачи, именно поэтому у нас была сложность, потому что они у нас, ну, это не отдельный объект системы, он у нас никак не открывался, поэтому мы вот там в один момент споткнулись. Но это просто задача. То есть в типовой программе развития тип стоит именно задача, не задание. Надеюсь, ответили. Да. Татьяна спрашивает. Если смотреть курсы через браузер, то ведь нет адаптации по размерам. А если курсы в скором оформате? Татьяна перед нами изначально стояла... Почему Юля про это даже говорила? Сложность была в том, что мы полностью пересобирали весь контент. И у нас на пересборку трека адаптации больше времени ушло именно на контентную часть, на методологическую, на разработку электронных курсов, на их сборку, их симуляторов. И делали мы это у нас изначально, мы делали все для того, чтобы сотрудники могли проходить с мобильных устройств. Поэтому у нас все курсы для розницы собраны изначально в формате адаптивном именно под мобильные устройства. То есть мы даже съемку мы ведем, у нас очень много видео, очень много съемок, мы даже съемки ведем не в горизонтали, а в вертикали. Изначально прям сразу по размерам подбирая, как это будет смотреться на мобилке. Все тестирование и проверку курсов тоже мы прям тестируем, проходим сами эти курсы, смотрим на мобильных устройствах. Надеюсь, ответила тоже. Станислав спрашивает. Подскажите, пожалуйста, сколько человек-часов подрядчика ушло на разработку? В процентном соотношении сколько процентов коробок, сколько процентов кастом? Весь функционал работает на веб-софт или часть на других платформах? Спасибо большое. Юля, давай сейчас буду прям по вопросам разделять. Сколько человек-часов ушло на разработку? У нас ушло порядка пяти месяцев, но это был не подрядчик. Мы все делали своими силами. Подрядчик единственное нам помог, вот, опять-таки, про вот этот вопрос задачей, когда у меня не получалось там верно выцепить ссылку. А так все остальное мы делали сами. Дмитрий, мой коллега, он занимался дизайном, и в основном он верстал страницы, я там потом чуть-чуть где-то CSS правила. А весь функционал настраивала я. Юль, а вот смотри, ты ответил сейчас с учетом того, что мы как бы кастомили еще и весь портал. А если говорить только про адаптацию, вот чисто попробуя, ну, не знаю, там в часах может быть сложно, потому что параллельные задачи были. Ну, может быть, как ты сможешь по-строграмму, именно на адаптацию, на функционал этих страниц, на автоматизацию сколько ушло? Ну, если брать еще вот те нововведения еще, которые мы добавляли, наверное, около трех месяцев, которые вот мы допиливали, отмену, перенос, и вот это все уже после. Ну, я здесь тоже хочу акцентировать, потому что есть еще параллельные задачи. Ну, да. Да, не только это. Не ставили мы задачи Юли, например, по доработке, по часам. Сейчас объясню, почему. Потому что Юля изначально даже, она сама сказала, что никогда не работала с этими задачами. И мы перед, ну, у нас был выбор вообще отдать это на разработку нашим партнерам, либо это самим делать. И мы каким путем шли? Мы выставляли гипотезу, получится, не получится. Поэтому где-то там мы ошибались. Если Юля, понятно, чему-то научилась быстро, то в следующей уже было проще. А не ставили задачи по часам. Так, Юль, скажи, пожалуйста, в каком соотношении у нас сейчас, если мы говорим про адаптационное обучение, сколько процентов от коробочных функционалов, сколько кастом? Ну, мы много дописывали всяких выборок и так далее. Но, по сути, это все как бы дописано на коробке. Ну, то есть это там... Везде используются выборки, удаленные действия и показатели. Просто мы их писали самостоятельно под себя. Наверное, написанного сейчас больше, потому что, ну, и как бы и трек нестандартный, и страницы там плодились, надо было одну, вторую, третью. Поэтому это все делали под себя. Но все равно это в рамках коробки, потому что я не веб-разработчик, чтобы вы понимали. Продвинутый администратор. Я вот так бы себя назвала. Да, то есть здесь нет того, что мы там что-то дополнительное веб-разработкой делали. А все решения выполнены теми инструментами веб-софт 7, которые, ну, предполагаются в коробке. Просто где-то мы их там перенастраивали немного, либо там использовали какой-то микс. Не знаю, попробуем простым языком так сказать. Весь функционал работает на веб-софт или часть на других платформах? Ну, здесь я, наверное, тоже отвечу сразу. Нет, у нас полностью все работает на веб-софт. Так, Станислав, есть ли будущие вопросы? Пишите. Вы сами код писали для этого отчета. Марина задает про отчет, который по всем задачам. Да, сама писала. Он не очень сложный. Как проходит доплата наставникам? Руководитель подает информацию в галкадры? Нет. Татьяна сейчас отвечает. Проходит доплата наставникам? Каким образом? В определенный день, месяц я выгружаю все результаты, проверяю на соответствии условиям и отправляю, так как мы все-таки подразделение департамента управления, персоналом мы отправляем. Если есть у меня какие-то вопросы, ну, с точки зрения, если мы видим, что-то в аналитике пошло не так в работе наставник, то здесь мы уже можем обсуждать это с руководителями бизнеса. Как в системе ему выдаете права наставника, функциональную роль? Смотрите, у нас получается, когда руководитель выбирает наставника, автоматически в карточку адаптации этого сотрудника, вот там есть блок наставник, туда записывается этот человек. Но отдельно вот тоже есть раздел наставники, где там список наставников, туда никто не вносится. Но в карточке адаптации этот человек является наставником. Станислав, спасибо большое, мне очень приятно это читать. Вот, надеюсь, ответила на предыдущий вопрос, все понятно. Елена Николаевна, скажу вам сама. Повторю, вы маэстро. Спасибо. Анголика, спасибо большое. Если у вас есть еще вопросы, пишите.